Здравствуйте, в эфире новый день. Покупка запчастей для ремонта машины – дело хлопотное. Здесь каждому водителю приходится быть немного механиком. Мы постарались выяснить, на что стоит обратить внимание при выборе комплектующих для автомобиля. Пока машина находится на гарантии, водителю не приходится задумываться о запчастях. По регламенту в официальных дилерских центрах обязаны устанавливать оригинальные комплектующие. Но после того, как гарантийный срок заканчивается, автолюбителю приходится самому решать, где и что покупать. Специалисты рекомендуют не обращать внимания на дешевые аналоги. Оригинальные запчасти служат дольше, потому что изнашиваются медленнее. Давайте рассмотрим на примере, чем отличается оригинальный топливный фильтр от неоригинального. Корпус оригинального топливного фильтра выполнен из нержавеющей стали, что предотвращает коррозию. Корпус неоригинального топливного фильтра, изготовленного из черной стали, приводит к коррозии и появлению течи. Плюсы оригинальных воздушных фильтров – высокой герметичности, устойчивости к топливу при температуре от минус 40 до плюс 110 градусов по Цельсию. Между тем, в аналогах уплотнение при низких температурах часто крошится, что ведет к нарушению герметичности. На данном стенде представлены тормозные диски. Оригинальный тормозной диск выполнен из чугуна 25, который гарантирует отсутствие эффекта корабления. В неоригинальных тормозных дисках часто используют некачественный чугун. Как следствие, запчасть быстро изнашивается, подвергается коррозии. Вообще дешевые комплектующие зачастую грозят частыми поломками, уверяют специалисты. Ведь пока разработчики оригинальных запчастей основное внимание уделяют функциональности и длительному сроку службы детали, производители дубликатов думают главным образом о снижении сдержек производства. Впереди нас ждут холода, вместе с ними традиционный всплеск простудных заболеваний. Сегодня поговорим о том, каким образом можно уберечь себя от гриппа. Эта болезнь очень коварна, вирус ежегодно мутирует и приходит к нам с новой эпидемией. Спастись можно тремя способами. Либо укрепить свой иммунитет, либо беречься, не выходить на улицу, не общаться с людьми, либо сделать прививку. Но вакцинацию следует проводить за 2-3 недели до предполагаемой эпидемии, чтобы организм успел выработать антитела. Если болезнь все же вас сразила, обязательно придерживайтесь постельного режима, сведите контакты до минимума, ведь в этот момент вы становитесь опасным для окружающих. Больным рекомендуют много пить, лучше всего травяные чаи и компоты с сухофруктов. Кроме этого следует проветривать комнату. Ну и конечно необходимо сразу обратиться к врачу. Ведь лучше потратить несколько дней и отлежаться дома, пока организм справляется с болезнью, чем потом несколько недель бороться с осложнениями в больнице. В эту субботу в Чебоксарах пройдет экстремальный заплыв через Волгу. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 3 километра. Впервые подобные состязания провели в Чувашии 2 года назад. Тогда температура воды не превышала 10 градусов. Планируется, что в этом году в заплыве будут участвовать не меньше 50 человек. На этом у меня все. Ну а завтра, завтра будет новый день. Партнер программы Чебоксары Лада. Единственный дочерний дилерский центр АвтоВАЗ в Чувашии. Город Новочебоксарск, улица Восточная, 6. Телефон 763010. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова